Приветствую вас. Я думаю, что, во-первых, мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович в общем и целом прав, говоря про детско-родительские отношения, но здесь есть еще и такой нюанс, что в целом потребность внимания является естественной потребностью и, как бы, так иначе человеку удовлетворить ее хочется. Другой вопрос, как вы это делаете? Чтобы вас замечали, люди, другие, нужно делать то, что они, люди, способны оценить, да? То, что им важно. То есть делать что-то для людей, грубо говоря. Но делать что-то для людей просто так, на постоянной основе, наверное, было бы несколько тяжело. Поэтому важно, чтобы вы сами более чутко относились к себе, более чутко относились к тому, что вы могли бы сделать для другого человека. Вот. При этом не ущемляя себя. Вот. То есть, как бы, такая вот эта сторона. И, на мой взгляд, на мой взгляд, нужно поработать с разграничением того, что вы могли бы без ущерба для себя делать что-то для других и, соответственно, соответственно, не ущемляя при этом свои интересы. Когда вы будете истинно без ответа на, без обязательного запресса на обратную связь делать что-то для других людей, да? Так вот. Самодостаточно. Вот. И внимание к вам будет соответствующее. Но ровно настолько, насколько вы способны делать что-то безвозмездно. Можно в какой-то степени реализовать эту же потребность в занятии любимым делом, но здесь не так просто. Нужно смотреть на нюансы, чтобы люди могли оценить то, что вы делаете. И какие люди способны оценить то, что вы делаете. Далее. Необходимо исключить некий невротический элемент. И в данной потребности для этого необходимо проработать ваши внутренние конфликты и обесценивание. Что, да, в какой-то степени связано с детско-родительскими отношениями. Это правда. В этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова